Укротитель Тигров и Пантер Михаил Катуков Тот, чьи танки всю войну наводили на немцев ужас. Михаилу Катукову принадлежит честь первой крупной победы советских автобронетанковых войск, победы с 4 по 11 октября 1941 года под Мценском над 3-й и 4-й танковыми дивизиями, входившими во 2-ю танковую армию, которой командовал Гудериан, пионер моторизованных способов ведения войны, родоначальник танкостроения в Германии. В первые дни войны наступающие передовые части вермахта наткнулись на ожесточенное сопротивление подразделений Красной Армии, развернутых неподалеку от украинской деревни Клевани. Несмотря на численное техническое превосходство немецкого авангарда, советские танки отчаянно атаковали, а артиллерия, заняв удачную позицию, била прямой наводкой по цепям пехоты. Немцам пришлось отойти. Это был первый крупный успех тогда еще малоизвестного молодого командира дивизии полковника Михаила Катукова, ставшего впоследствии одним из самых результативных военачальников СССР. Он попал в армию в 1919-м простым красноармейцем. После гражданской от командира взвода дослужился до начальника штаба полка. В 1935-м окончил курсы усовершенствования командного состава при военной академии механизации и моторизации РКК, а великую отечественную Михаил Ефимович встретил командиром 20-й танковой дивизии 9-го мехкорпуса Киевского особого военного округа. В первом бою соединение Катукова тоже понесло тяжелые потери. Были уничтожены 33 легких танка БТ. Сам командир позже признавал, что эти быстроходные, но легкобронированные и слабовооруженные машины из-за недостатка опыта боевых действий использовали неправильно, БТ-шки нельзя было бросать в открытый бой, следовало действовать осторожнее. Через несколько дней советские войска, в том числе и дивизия Катукова, встретились с частями вермахта в районе городов Дубно, Луцк и Ровно. Здесь состоялось крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной, с обеих сторон участвовало более 4,5 тысяч машин. Сначала Красной Армии удалось затормозить противника и даже нанести несколько мощных контрударов в направлении Дубно. Так, один из полков Катукова, атаковав сходу 13-ю дивизию вермахта, уничтожил десятки единиц бронетехники и взял в плен более 300 гитлеровцев. Но немцы постоянно получали подкрепления, активно действовала авиация. Чтобы сохранить войска, Катуков приказал отступать. Не хватало людей, артиллерии и техники. Пришлось пойти на хитрость. Комдив и начальник артиллерии каждый день разрабатывали новый план кочующих орудий. Батареи днем и ночью меняли позиции, у немцев складывалось впечатление, что им противостоят крупные артиллерийские силы. Это также позволило сберечь орудия от ответных артобстрелов и бомбежек. К началу войны у Красной Армии появились перспективные танки Т-34. Немцы знали об этом и сильно опасались встречи с ними. Но в подразделение Катукова такие машины еще не поступили. И командир распорядился изготовить макеты Т-34. Несколько грузовиков обшили фанерой, приделали к ним деревянные стволы и покрасили в защитный цвет. Размещали обманки на опушках леса или в кустарниках, а рядом маскировали настоящие пушки. Немцы в таких местах осторожничали, сбавляли темп наступления. После боев на Украине Катукова направили в Сталинград, поручив сформировать танковую бригаду. Боевых машин в то время критически не хватало, поэтому решили создавать менее крупные соединения. Катуковцы получили первые Т-34, более маневренные, мощные и защищенные, чем танки прошлых поколений. Катуков, анализируя опыт предыдущих боев, стал разрабатывать другую тактику. Он предложил применять танковые засады. Пехота оборудовала ложные окопы и устанавливала на позиции макеты пулеметов и артиллерийских орудий. Позади рыли траншеи полного профиля, в кустарниках или постройках прятали танки. Каждый экипаж заранее готовил несколько позиций для незаметного перемещения. При появлении противника засады молчали, видимость боя на переднем крае создавали только небольшие отряды в ложных окопах. Когда по их позициям открывали огонь, они скрытно отходили назад. Смотрите дальше, дальше будет интересней, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки и обязательно включите уведомления. После авиаудара немцы пускали вперед танки и пехоту. Не обнаружив никого в ложных окопах, продвигались дальше и попадали под шквальный минометный и пулеметный обстрел. Советские танкисты дожидались, пока враг подойдет на 200-300 метров, и лишь после этого открывали огонь. Ловушка захлопывалась, по гитлеровцам практически в упор били с флангов и из тыла. В начале октября немцы ворвались в Орел. Командование Красной Армии поставило задачу, дальше МЦНского врага не пускать. В этот небольшой город в Орловской области к тому времени прибыла бригада Катукова, сдерживать бронированные армады генерала Гейнца Гудериана. Имея многократное превосходство в технике, гитлеровцы несли под МЦНском тяжелые потери, Катуковцы действовали из засад неожиданно и стремительно, грамотно уходили из-под ударов авиации и порой сжигали целые моторизованные колонны. В боях под МЦНском бригада Катукова уничтожила 133 вражеских машины, потеряв 28 своих. Особенно неутешительными были полученные нами донесения о действиях русских танков, а главное, об их новой тактике, писал Гудериан. Русская пехота наступала с фронта, а танки наносили массированные удары по нашим флангам. Они кое-чему уже научились. Потери русских были значительно меньше наших. После сражения под МЦНском 4-ю бригаду Катукова переименовали в 1-ю гвардейскую, а командира наградили орденом Ленина и присвоили ему звание генерал-майора танковых войск. Под Воронежем Катуков командовал танковым корпусом. Во многом из-за действий его танкистов немцам не удалось полностью захватить город, они увязли в боях и не смогли ударить по Сталинграду с юго-запада. В конце 1942-го Катуков в должности командующего 3-го механизированного корпуса участвует в операции Марс. В целом операция для нас сложилась неудачно и войска Катукова, войдя в прорыв, оказались отрезаны, им пришлось прорываться из окружения. После Марса Михаила Ефимовича назначили командующим 1-й гвардейской танковой армией. Ее перебросили под Курск, где Катуковцы и заняли оборону в районе Абаяне. Действовали они успешно, немцы так и не прорвали оборону на южном фасе Курской дуги. Гитлеровцы завязли и вынуждены были перенацелиться на Прохоровское направление. После Курской битвы танковые части Катукова устремились на запад. В Львовско-Сандомирской операции они захватили, удерживали и расширяли Сандомирский плацдарм, помогая наступлению Красной армии и освобождению Польши. Весной 1945-го 1-я танковая армия Катукова перешла в наступление в рамках Берлинской операции. После тяжелейших боев прорвали оборону на Зиеловских высотах восточнее германской столицы. Затем Катуковцы успешно форсировали реку Шприя и штурмовали Берлин. После войны дважды Герой Советского Союза Михаил Катуков командовал танковыми механизированными войсками советской группировки в Германии, затем 5-й гвардейской механизированной армии Белорусского военного округа. В 1959-м ему присвоили звание маршала бронетанковых войск. Умер 8 июня 1976 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище.